Имам Шафи, ради Аллаху Ангу, говорит «Моя душа никогда не печалилась, когда ко мне подступала нужда бедности. И наоборот, моя душа сжималась, когда ко мне подступало богатство». Почему? Вроде бы пророк, салаллаху алейкум, Аннасу, ради Аллаху Ангу, своему сподвижнику дуаздал «Аллаху ма актер маляху ва валядаху ва барик ляу фима атайтаху». «О, Аллах, увеличь имущество Аннаса ибн Малика, дай ему много детей и сделай барракатным то, что ты ему дал». Аннас ибн Малик говорит, «Я при своей жизни 120 детей похоронил». То, что пророк, салаллаху алейкум дуаздал, он был очень богатым человеком. Неужели, если это имущество настолько плохим было бы, пророк, салаллаху алейкум, такой дуаздал бы своему возлюбленному сподвижнику, который жил около 10 лет у пророка, салаллаху алейкум, «О, Аллах, увеличивай имущество». Проблема же не в имуществе, проблема в том, когда мы полагаемся на это имущество, таваккал на имущество дуэлэйм. Вот в чем проблема. А пророк, салаллаху алейкум, который воспитывал, который у него дома жил, этот сподвижник, естественно, он знал, что у этого сподвижника нет таких проблем, что у него есть таваккал на Всевышнего Аллаха. А имам Шафи, он почему говорил, «Моя душа никогда не печалилась, когда ко мне подступала бедность?» Потому что он говорил, «Я не знаю, вдруг я это имущество буду расходовать на пути ислама ради людей, ради чего-то, вдруг я это не ради Аллаха сделаю». А человек, если хочет понять, в его сердце есть показуха или нет показухи, Хасан Аханду Кудесиру говорит, эта показуха настолько скрытная вещь, как в темную ночь на скользком камне муравей ходит. Никто же не поймет, не почувствует, что муравей ходит. Настолько такая невидимая вещь, эта показуха. И человек, который, любой из нас сидит, и он думает, «У меня, скорее всего, нет показухи», он может в легкую вычислить, есть у него показуха или нет. Если человек хотя бы на одно творение Аллаха наряду с Аллахом надеется, он перед этим человеком в любом случае постарается себя с лучшей стороны показать. Значит, показуха у него месть. Пока человек полностью не избавится от такой болезни, как полагаться на кого-то наряду со Всевышним Аллахом, этот человек каким бы там искренним не был, он в любом случае он будет показухом делать. Такая скрытная вещь, эта показуха. Поэтому, почему нашим праведным предшественникам имущество не нравилось? Не потому, что они не хотели жить в комфорте и так далее, не потому, что они не хотели на пути ислама все расходовать, а чисто из-за страха, что это имущество их поведет в ад. В каком случае? Когда они отдадут, якобы на пути ислама, а они сами того не понимают, сделают ради людей, то, что не ради Аллаха было сделано, что было сделано ради людей, оно же человеку в ад может повести. Вот только из-за этого. Дай Аллах нам быть людьми, полагающимися только на Всевышнего Аллаха. Субтитры создавал DimaTorzok